Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, бонжур, хеллоу, привет, и мы продолжаем изучать Мишли из Святой Земли, из города Иерусалима, из Израиля. Это очень-очень совершенно другое. Написано в Талмуде, что Авир Эр Цисраэль, что воздух земли Израиля Махтим, он умудряет. Итак, Яков Шатадин смотрит нас из Екатеринбурга, Георгия Нивня смотрит из других мест. Вот Яков Шатадин, он сейчас как раз на контрасте может определить, или умудряет, или не умудряет. Иерусалим или Екатеринбург, что ты выбираешь. Хорошо, и мы в самом центре мудрости мира, да, написано, что Мицион Теце Тора, из Циона, это место Цион, это гора Цион, это как в Иерусалиме, это основа Иерусалима, выйдет Тора, и два Рашем ми Иерушалаем, и Слово Бога выйдет из Иерусалима. Все, дорогие друзья, мы продолжаем изучать, мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона, мы находимся в пятой главе, в пятой главе, и мы сейчас продолжаем, продолжаем мы шестой отрывок пятой главы, рассуждение о том, царь Соломон дает нам идеи о том, как, что происходит, если меняется мировоззрение Торы на другое какое-то мировоззрение, и сравнивается вот это вот чужое мировоззрение, как женщина, женщина, которая соблазняет человека, соблазняет человека, как первая женщина, она, Адам Лишона, первая человека, она, можно сказать, его соблазнила, и он по ее, как бы, инициативе нарушил волю Бога. Также здесь царь Соломон, он в своей метафоре, он описывает, что чуждые мировоззрения, это как раз он их сравнивает с женщиной. Теперь давайте посмотрим дальше. Он нам сказал в пятом отрывке, что Раглея, Юрдот, Мавет, что ноги ее ведут к смерти, и ее шаги, они прямо ведут человека в могилу. Все понятно, все понятно, мы смотрели, как чуждые мировоззрения приводят людей в могилу, и это прямо сплошь и рядом на каждом шагу. Теперь дальше. Орахаим Пентифалес, Наума Глотея Лотеда. Значит, не выпрямит она пути жизни. Орахаим Пентифалес. Она не выпрямит пути жизни. И Наума Глотея Лотеда. То есть, переводят так, что ее стези блуждают, и не узнаешь их. Лотеда, не познаешь ты. Значит, у меня большой опыт до того, как я в 26 лет в Хазарте Бетшуа, это называется, Лексар Бетшуа, стать религиозным человеком, принять Тору. Я до этого искал разные мировоззрения. То есть, я могу на своем опыте сказать, что есть в других мировоззрениях, в философиях, есть отблески Торы. Есть отблески Торы, потому что, если мы возьмем, например, то же самое христианство, оно возникло, когда был второй храм, и первые христиане, они еще видели этот второй храм, они учили Тору, они все делали обрезание. Только лет через три, это была секта в иудаизме. Христианство, это была просто маленькая-маленькая секта в иудаизме. Потом они поняли, что евреев, они не могут вернуть, они не могут евреев, как бы, переконвертировать в христиан. И они тогда пошли по всему миру, и начали заниматься идолопоклонниками, и у них получилось, то есть, хорошо, они 2 миллиарда, слава Богу, я могу сказать, слава Богу, потому что это большой шаг, большой шаг к постижению Бога, Творца мира, они 2 миллиарда человек конвертировали в христиан, хотя их было всего в начале, там несколько человек. И вот, значит, дальше от христианства пошли уже другие мировоззрения, например, потом возник ислам, который тоже базировался на том же, на той же основе, на вере в единого Бога, создателя мира. И мусульмане, они верят в единого Бога, создателя мира. Но дальше все пошло распыляться на маленькие секты. Дальше, так как уже пророков не было, всякие люди, в основном сумасшедшие, они начали брать на себя ответственность и выдумывают разные мировоззрения, философии, секты, там Успенская, Гурджиев, Успенский, Успенский это был ученик Гурджиева, Блаватская, Кастанеда там и все прочие вот эти вот люди, они основывали какие-то философии такие, да, что вот взгляд на мир, особенно странная эта философия Кастанеды, которая, был такой антрополог, который рассказывал, что вот он коснулся какого-то там древнего знания, ну и так далее. В итоге, в итоге, все эти мировоззрения, они ведут человека в любом случае к смерти, к духовной смерти, к физической смерти, к интеллектуальной смерти, к эмоциональной смерти, то есть все это бред сумасшедшего, все вот эти вот мировоззрения. Но, когда человек ищет путь к Богу и проходит сквозь все вот эти вот попытки, ничего страшного, страшно другое. Когда ты уже нашел путь к Богу, когда ты уже с Богом познакомился через Тору, через чистое знание, люди начинают уходить из Торы обратно вот в эти вот все истории. Это страшно. Вот тогда это уже вообще проблема наступает, очень большая. Почему люди уходят? Почему люди уходят из чистого, четкого, понятного знания? Процент маленький, и интересно, называется он на иврите, вернуться к Тори, называется То есть вернуться к возвращению. То есть у тебя все понятно. Ну вот все понятно, да? Так четко все рассказано, как открываешь прям книга Берешит в начале. Берешит, Бара, Илутимы, это Шамаем, Ветарет. Все понятно. Бара сотворил из ничего. Это Шамаем, значит, все, что касается духовного мира. Ветарет, все, что касается материального мира. Варется это Тоу Вавогу. И весь материальный мир в момент большого взрыва он был Тоу Вавогу. Он был хаосом. Понятно, все понятно. Энергия разлетается, вселенная, понятное дело. Тоу Вавогу. Потом дальше идет формирование реальности, идет формирование всего вот этой системы, да? Потом появляется человек, появляется уже интеллект, психология человека. Все понятно вообще. Ну, прям идеально. Все сходится одно к одному, да? Теперь, почему человек тогда уходит из Торы? Есть такой процесс, когда человек уходит из Торы, это называется ляхзор ли шейла. То есть тут ты вернулся к возвращению, вернулся к ответу. Есть еще такой перевод. А тут ты вернулся к вопросу. Ведь все люди нерелигиозные, они все в вопросе. Они говорят, в религию я не верю. А во что ты веришь? Я верю в... И он тык, и он должен зацепиться за какую-то идею, в которую он верит. А откуда эта идея взялась-то? Вася придумал. А Вася откуда взял? Ну, Вася придумал. Ну, что? Вот в нее я и верю, в Васину идею. То есть, если мы вдумаемся в любую другую идеологию, то любая другая идеология, она ущербная, она выросла из какой-то просто предположения, идея какого-то человека. Если мы этого человека чуть ковырнем, немного, да, откуда он взялся? Окажется сумасшедший. Псих какой-то, как Ницше этот был псих, который в сумасшедшем доме умер, или Карл Маркс, или Фрейд, или все прочие люди. И это нас предупредил царь Соломон 3000 лет назад, что никакая другая идеология, она не в путь жизни. Она не даст тебе ни вечную жизнь, ни в этом мире жизнь тоже не даст. Любая другая идеология, она петляет, виляет, и ничего ты не познаешь через другую идеологию, кроме Торы. А дальше седьмой отрывок, царь Соломон, он опять берет, как бы, бразды правления в своей руке, и он говорит, «Ваатабаним шемули». Он говорит, «А теперь, сыновья, послушайте меня». Так он и говорит, «Теперь, сыновья, послушайте меня». «Вы аль тасуру мэ им рэй пи». И не говорит, «Не отходите от моих слов». Значит, еще раз, что получается. Вот человек, он берет, вот Тора, да, все понятно, целое здание. Но мир-то и живет по-другому, мир же живет в каких-то других схемах. Эти схемы специально так сделаны, они как плод, дерево познания добра и зла, они желанны для, желанны, они желанны, да, их хочется. В них есть вот этот момент животного удовольствия, которого в Торе нет. В Торе нет момента животного удовольствия. В Торе есть момент духовного удовольствия, когда ты постигаешь истину, когда ты выполняешь заповеди, когда ты веришь, что у тебя после смерти ты сразу переходишь в следующий уровень. это все такие духовные и интеллектуальные наслаждения. Физических наслаждений особенных в Торе нет. Только вот единственное, что приближается шаббат, и в шаббат надо три раза вкусно покушать и сделать кедуш на вино. И те, кто соблюдают шаббат, они готовятся к шаббату, покупают вкусную еду. Вот все наслаждение в Торе, которое есть. В шаббат три раза вкусно поесть. Прямо есть заповедь, заповедь наслаждаться в шаббат. Наслаждаться в шаббат. Как ее выполняют? Через вкусную еду и через вино. Теперь, значит, говорит царь Соломон Ваатабаним Шемули. Теперь, сыновья, слушайте меня. Ваальта суруми им репи. Он говорит, не отклоняйтесь от моих слов. Если ты не учишь Тору, так устроен мозг человека, что если ты не занял свой мозг, не занял свой мозг словами Торы, историями из Торы, уроками Торы, если ты не занял свой мозг Торой, то он нет, нет пустоты в этом мире. Он обязательно найдет какую-то гадость в интернете, он найдет какие-то новости, он найдет какие-то там фильмы и так далее. И у тебя чик, и все, и ты провалился, то есть ты свою голову открыл, в нее начинают вливать рынок. Рынок, все, что сегодня есть в мире, это все, этим всем управляет рынок, деньги и власть. Все. Теперь, значит, говорит царь Соломон в восьмом отрывке. Архек Меалея Даркеха. Убери от чуждых философий свои пути. Аль Текраф Эль Петах Бейта. И даже не приближайся к ее дому. Даже не приближайся к ее дому. Здесь интересно, я сегодня разговаривал с одним своим товарищем из Аждота, да? И ему говорю, ты знаешь, вот книжку, говорю, мне дали почитать, интересную книжку про Ешивы в начале прошлого века. Начало прошлого века Ешивы как там двадцатые годы до революции еще, да? И Литва, Латвия такая история, как один учился в Ешиве Наварда, как он оттуда ушел, женился. Ну такая вот именно жизненная история. А он говорит, слушай, а ты посмотри, кто написал-то книжку. Ну смотрю, действительно, мужик без типа. Понятное дело, что он писал о знакомом, но он ушел из этого знакомого. То есть его позиция, его описание, и его книга описывает его идеологию. Человека, который ушел из Торы, оставил Тору, перестал соблюдать заповеди. И он говорит дальше, дальше он говорит, ты вот почитаешь, дальше идет одна порнография. И все уходит в то, что, ну дальше вся книга, начиная там со второй части, она полностью о том, как он боролся со своими вот этими вожделениями там и проиграл в этой борьбе. И вот в общем такое. То есть каждая книжка, художественная книжка, художественный фильм, передачи, новости и так далее, они обслуживают идеологию того, кто это написал. Нет в этом мире ничего, что не было бы идеологическим. Теперь обращается царь Соломон к тем, кто уже в Торе. Он говорит, не приближайся вот к этим ко всем историям, потому что они как бы мягко, красиво заходят, но потом они человека уничтожают. И почему? Почему нельзя к ним даже приближаться? Девятый отрывок чтобы не отдать другим своего величия и шнатека леакзари и лет своих безжалостному. Что это значит? У каждого человека есть огромный внутри потенциал, который возможно это как алмаз. Но этот алмаз можно реализовать, я сейчас говорю про духовный потенциал, но в профессиональном мире все идет точно так же. У каждого из нас есть огромный духовный алмаз, который можно отшлифовать только через выполнение заповедей и изучение Торы. Если ты хочешь пройти свой жизненный путь и реально выполнить то, ради чего был мир создан, тогда нужно конкретно прямо посвятить себя этому делу, то есть шлифовка своего духовного потенциала с помощью заповедей, Торы и добрых дел, потому что добрые дела это тоже то, что человека приводит к Богу. Вот то, что нам сказал царь Соломон, а если ты идешь за чуждыми идеологиями, то тогда ты что, отдаешь свою жизнь, духовный свой потенциал, выбрасываешь мусорку, и в итоге ничего не остается, в итоге несчастные старики, которые никому не нужны, которые доживают свою жизнь в таком все больше растительном существовании, и все, или же они, смотришь, я недавно был на такой тусовка бывших рокеров, да, вот просто мне было интересно посмотреть, зашел я к бывшим рокерам, тоже страшно смотреть, потому что если у человека нет духовного стержня, которым бы он занимался всю жизнь, то когда он приближается к смерти, и пытается цепляться за то, чем он занимался в молодости, это выглядит страшно, это реально выглядит страшно, то есть люди пытаются повторять все время те схемы, которые им когда-то приносили удовольствие, и они крутят те же песни, крутят те же какие-то слова, и они вот так вот прямо проворачивают, как хомячок в этом, знаете, в колесе бегает, вот они прямо пытаются, вот мне когда-то я любил борщ, вот я буду кушать борщ все время, вот я приехал в и вот они пытаются из своего прошлого все время доставать какие-то старые моменты, которые им приносили эмоциональное или физическое удовольствие, и они вот так вот сидят и все проворачивают, но они уже старые, мир другой, и все это выглядит очень смешно, когда старая женщина ведет себя как молодая и пытается выглядеть как молодая, она уже не молодая, но старая женщина, если она всю свою жизнь шла к духовному совершенствованию, она в этот момент становится просто царица, сияющая, и рад шамам, у нее есть требит перед небесами, добрые дела и так далее, она наоборот становится просто выдающимся человеком, если она всю жизнь строила свое духовное совершенство, а если она всю жизнь занималась своим материальным каким-то совершенствованием, назовем это так, то тогда все, все, хорошо, дорогие друзья, поэтому, поэтому выбор есть у каждого из нас, идти или за чуждыми идеологиями, или идти за Торой, идеология божественная, Бог сотворил мир, сообщил, как он сотворил, что надо делать, и есть чем заниматься, много заповедей, скоро шаббат, поэтому на сегодня мы заканчиваем наш сегодняшний урок, и подведем итог, что даже, казалось бы, безобидные вот эти вот вещи, которые, но это чуждое, небожественное идеологие, они в итоге могут принести большой, большой вред, вот, хаба Куперман как раз светится постоянно, и она с каждым годом становится все красивее, выше, в совершении, и просто, ну, это и есть реализация человека настоящая, то, что я хотел сказать. Все, дорогие друзья, у нас у вас есть способ, но я вам скажу так, что против нас работает огромное количество маркетологов, рекламщиков, людей, которые просто профессионалы своего дела, воры внимания, это борцы за внимание и за деньги, и они для того, чтобы вытащить внимание и деньги с обычных людей, они настолько красиво все подготовили, что не попасться на их удочку можно только, если ты занял свою голову подготовкой к шабату и выполнением заповедей и изучением Торы. Все, удачи, успехов, и всем шабад шалом, всем пока. Пока.